начинаем подключение всего остального уже подключил печку с клапаном у нас идет шланг помпе я включаю гидроусилитель скажем так как всегда все отрезано ведь тут отрезано тут все отрезано и среди как удобно здесь отрезан железный а есть откручен это на машине который еще остался который не успели продать тут нам повезло вторым сейчас снимем стоит с донора шланг вот эту часть в принципе там просто резиновые так что ничего страшного это понимаем брат к потому что то есть это сильного давления это просто обратка поэтому здесь ничего сложного очень много чего полезное все приходится восстанавливать на стартер у нас правда полезные коса на мотор где он сейчас у нас тут спряталась и убрал вот она ведь порезано все порезано было разборка есть разборка склеиваем все это работаем вот это у нас который стоял размер его виден такая дура это настущен там перта это поменьше у нас тут все собирается конечно я уже мог бы поставить телевизор и радиаторы визуально было бы что как будто я много что-то сделал но я пока ложусь тут хочу все подключить все что можно подключить здесь вот и потом переходить торопиться некуда собирать морду и радиатор накидывать 20 минут работы и потом будет неудобно здесь работать и так какая фиаско у нас произошла тут с генератором в том магазине в котором я убрал был только такой вот и как видим он тут как не встает то есть крепление совершенно другое у этих двух генераторов маленького и большого у них крепление разное и они даже висят по разному то есть они должны наоборот и сеть спасибо сосед и так первое что надо устранить это люфт это без проблем и второе нам надо придумать как как его будет натягивать должно быть натяжение зашел из строительный купил такой треугольничек потому что мой металл который валяется в куче он или слишком толстый слишком тонкий это разбалансирован будет стоять где-то тут следующая проблема потому что мы вырезали здесь кондиционер а здесь было это смог памп у меня здесь нету никаких здесь даже должен быть тогда обводной ролик у меня естественно его нету я буду ставить ремень и так вот напрямую от этого шкива не за сработает или нет проверим если что купим роликов в одной какой-нибудь и будем уже думать как его сюда при собачь потому что здесь он тоже должен ну не должна быть соосность генератора шкива и вот этого ролика то здесь надо будет придумать или какой-то ну что-то придумывать надо не было соосность какая-то хоть какая-то поэтому когда что-то удаляешь нельзя просто взять системы и убрать по подключение кстати генератора на большом генераторе вот на этом 100 ампер нам да у нас идет такой коннектор двойной на этом же он раздвоен но как сделали удобно и красть они просто взяли здесь и это по сути переходник то есть они они используют просто переходник то есть мы сейчас тут его отсоединяем и генератору подключаем две разные потому что на этом генераторы они разные я пока не знаю если у них разность разность в полярности куда синий куда и зеленый идет наверное есть по диаграммам непонятно куда какой вставлять там просто два пина и типа вставляя в какую хочешь они не подписаны на самом генераторе и поэтому не знаю если какая-то разница между ними или нет ну прикол в том что ничего резать не надо ему просто отсоединяем вот здесь коннектор и и подсоединяем их туда на большом ведь он он сдвоен у них на том что они в разнобой плюс на большом еще есть дополнительная масса на этом нету не знаю почему видимо есть какая-то логика так что так устраняем все эти нюансы все это соединяем ремень который идет на усилитель руля то все понятно на стандартный если же говорю на генератор не знаем как вам идея такая напрямую шкив и генератор рабочая схема или это не проживет недолго не знаю если проживет недолго у меня есть длинные ремень я купил заказал длинный ремень но ролики не заказывал потому что один хер у меня нету специального брака крепления которые то что вы представляете здесь просто ролик он будет прямо здесь стоит у них не будет соосности ну будем колхозе так и посмотрим что выйдет дальше итак наш треугольничек не сработал пришлось его выкинуть 6 сделать вот такой вот но временный тент натянул нормально все в принципе если найду большой который нужно здесь в принципе как нужно на 100 ампер если кто-то захочет поставить или я захочу поставить в принципе все просто снимаете ставится нормально то есть ничего не порезал ничего не убрал дополнительная масса которая у него была здесь тоже оставлю она не подключена потому что на это на маленькие не нужно и только на большую это все подключается то есть также то есть просто поменяется и ставится нормальные нужного размера или можно поменять сам этот браке до который держит его поставить его который нужно и тогда вот это можно порнографию брать ну как бы движутся дальше что делать переключе переключатель скоростей и кикдаун уже подключил прикрутил все как надо сами тяги я подключать не буду пока эту эту насколько я помню они будут мешать нам подключать трубки здесь одна здесь одна это трубки охлаждения стартер извиняюсь занял свое место все стоит надо прокинуть проводку меняем топливный насос не знаю как это у меня получился трубку открутить не сломать у меня это получилось с другой стороны видите обломал ставим дельфи кстати интересный момент уже не первую запчасть заказываем нас амазона чуть-чуть подольше идет ну по деньгам нормально ну по крайней мере амазон наша сила закидываем насос это топливный насос даже от кондиратора будем ставить этот фильтр он правильно называть чаку констер вот фильтр посудишь запаха не было и принципе можно и без него но поскольку у нас он шел в придачу мы его поменяем то что на тебя и моно впрыски там немножко другой чуть другой принц даже поменять там вот эти чаку констерс здесь просто подруги порезан на самом деле кроме этой и карбюратор их почему-то побольше штамм от карбюратора на самом деле они одинаковые просто не тут заглушки стоят на здесь здесь уже нет устанавливаем с этой стороны я подключу ты черную чарку констер вот все три туру трубки подключены все хорошо от карбюраторной версии то есть подключена игр игр у меня просто отключен я его не глушил ничего потому что он находится сейчас закрытом состоянии под давлением вакуума вот эту трубку который приходит сюда он был он открывает вопрос его выдергиваем все оставляем дальше по вакуумным трубкам я пока оставлю все как есть то есть не буду пока вырезать всей систему завязана как-то странно кстати кто не знал это у нас акселератор вакуумный акселератор может быть я все так и оставлю единство что надо будет заглушить вот эту часть который на игр просто трубку и сама заглушить тут еще стоят два датчика вот здесь подключены на вакууме тоже они реагируют на температуру охлаждающей жидкости и в зависимости от этого они открывают или закрываются по сути то есть сейчас они тоже закрыты когда двигатель прогревается он открывает и тогда вакуум может дальше идти и уже управляются этой системы по топливной системе кажется вроде вот двигатель воткнул бак воткнул и поехал но не так то не так то все просто так как это моно впрысковая машина не моно впрысковая изменяюсь до моно впрысковая машина было то насос топливный и бензобак у нее тоже от моно впрыска мы не можем использовать этот насос чтобы подавать нам топливо в карбюратор он просто будет заливать карбюратор да была идея купить бензобак от карбюраторной версии и поставить бензобак там насоса у них нету бензобаке у них просто уровень топлива стоит там и ну и трубки подача и обратка но проблема с этим что бензобак вы купить можете а уровень вот эта сама штука которая вставляется с трубками и с уровень топлива купить ее не нельзя ее можно только купить на 22 галлона на маленький бензобак на большие пластиковые бензобаки их просто нету на этот год вот там 87 еще какие-то года я не знаю на какие ставились их просто нету то есть у нас сразу возникает проблема поэтому я решил оставить бензобак от моно впрыска я просто отключу питание на помпу шапану не шло помпа пока там стоит я мне будет интересно сможет ли вот это топливный насос прокачать через через подключенную помпу ну там помпа не крутится там есть топливо шло через нее вообще какие могут реализации по топлива но у предыдущего хозяина который втыкал сюда тоже карбюратор он сделал так он дал питание на насос от моно впрыска то есть он там даю 50 или сколько там пиеса он давил где-то здесь он поставил себе топливный редуктор продается специальный редуктор чтобы регулировать давление вот этот редуктор блин стоит как бы больших денег это не китайские дуры редуктор это италь итальянские французские не помню он стоит хороших денег этот редуктор но мне система это показалось не очень во первых сам насос электрический может баки умереть потом снимает бак там так далее во вторых этот редуктор может умереть который тоже не не дешевый как ну понятно что он вряд ли когда-нибудь умрет ну как бы зачем две системы поэтому я стал механическую помпу и и тут менять в принципе возможно это не сложно это лучше бензобак скидывать но будет ли она работать сможет ли он прокачать топливо при том что старый насос еще до сих пор в баке он подключен в данный момент он используется просто чтобы топливо мог он поднимать бака сможет ли он прокачать я не знаю пока оставляем так но обязательно надо питание на электрический насос нам отключить также есть еще третий способ можно вытащить из бензобака сам сам насос оставить всю эту колбу потому что он для уровня топлива нам нужно это колба подключить вот трубку железную тут мы топлив насос убираем тут но при этом нам нужно поставить заглушку вот здесь вот иначе оттуда масло будет бежать просто заглушка все ставится железная отсюда мы убираем насос покупаем электрический насос только нужен насос который давит там а 4 9 писать то есть или бар и не помню чем там да это очень мало который мало давление дает low pressure скажем так и просто в просто впадать куда-нибудь внедряем его и все есть китайские есть более менее китайские китайские дешевые сколько они прослужит я не знаю есть хороший хорошие фирмы но они блин дорогие все это еще один способ также железная трубка в бак место место насоса тоже остается открытым если вдруг этот насос у меня не сможет прокачать топлива тогда также открою бензобак вытащу туда сам насос оставлю колбу но по подключу трубку чтобы смогу качать вот есть еще еще один вариант я видел на рок-авто продается насос топливный который погружается в бак непосредственно и он тот насос слабого давления как раз таки специально и он ставится в бак машины то есть насколько он подходит туда к этой колбе я не знаю он тоже не дешевый скажем приемлемые скажем так приемлемо у него цена но опять же проблема в том что надо залезать в бак снимать бака и если он навернется надо только его будет ставить это же механический насос он продается везде вот я заказал с амазона то есть этот механическим насос можно везде заказать поэтому я снялся на этом варианте когда вы будете переделывать просто учтите что есть нюансы с подачи топлива есть подачу с этим с третьим десятом в принципе я освещаю какие нюансы есть вот и не так все просто купил кучу запчастей закинул машину она у нас поехала у нас тут с электрикой непонятно что вот я не очень понимаю зачем на разборке отрезали тут косу проводки когда в этом месте машина где-то здесь или здесь не помню есть просто разъемы можно просто отключить и всюду косу оставить ну вот такие нюансы таких нюансов здесь очень много когда просто все резали выбрасывали там так далее все это восстанавливать делать проводочка моя проводочка итак по проводке у нас хер пойми что не извиняя за мой французский тут реально хер пойми что ну эти сопли понятным делом синие продачки тоже понятно это мусор и так у нас моно впрыск и как бы проще всего часто все взять вытащить ну конец убрать на эти на свалочку то что разбираться как это все работает да что нужно что не нужно как бы особо смысла нет плюс его он тоже повреждена тут вот тут тут надо не надо до этого момента вообще не хватает то есть косы них вот куска не хватает вообще разбираться в это смысла нету это у нас 88 года машина у меня есть полностью проводка начиная отсюда где отключили полностью я забрал всю проводку с комбинаторного 87 года они в принципе даже по комплектации были похожи единство что на этой машине у нас есть электро электро зеркалат на тупом не было поэтому мы сейчас это а ну вот тут нюансу такие вот есть в этом разбираться нет смысла сейчас мы это все выдергиваем и я расскажу что мы даже я что-то немножко пошалил совсем вот наша проводочка а вот новая проводочка от карбюратора но прежде чем ставить я хочу сравнить провода которые заходят салон с этой косы главный разъем можно сказать и вот сейчас вот каждый продукт мы проверим сравним с этим но с карбюратором и если у нас какая-то если есть какая-то разница мы эти правда пометим и потом по теограммам надо выяснить за что они отвечают я не думаю что здесь будет сильная разница ну цветовая цвета точно будут отличаться сто процентов это такая муторная работа тут снимать ничего в общем сверяем потом идем библиотеку берем диаграмму и перепроверяем что удивительно вот эту проводку которая взял с донора то машина но донор не было заколхожена я просто был удивлен то есть там не было просверленных отверстий в панели где-то там там не было в ничего каких-то лампочек внедрено в проводку вообще никто не лазил не по салону вообще не это все было заводское вот это меня очень сильно удивило естественно я схватил всю эту проводку кстати вот видно где обрезали проводку нашу косу на двигатель вот обрезали его тут пусть из метров у нас разъемы и спрашивается зачем зачем вот разъемы вытащи пожалуйста пожалуйста будь другом нет процесс пошел сейчас пока убираю не стоковую проводку каким зачем-то человек порезу заводскую проводку подключился это так по моему поворотники здесь не очень я понял зачем это дело отдельно то ли у него пропал там какой-то сигнал то ли что он тут пытался изобрести в общем что это убирают она все равно мешает но дело в том что мало душу он передние поворотники сделал так он еще и вот видно тут он еще и по ходу и назад это вывел все не очень понимая почему у него какая-то проблема что ли было с поворотниками и он решил ее так по ходу мы сейчас уберем вот и я делал пару заметок за тут себе чисто так мало ли придется что-то возвращает но мне кажется мы можем эту проблему решить нормальным образом не надо заниматься какой-то вот этим не надо заниматься точно вот руки бы отрезать тому кто это отрезал вот ей богу соединяет на полпути массу же соединил я не использую пайку в данном случае еще пайку я редко использую люблю больше обжимные такие штуки ну как я заметил по всей машины там где скрутки у них на самом деле там у них обжигные и мне обжигные тоже больше нравится их беру отсюда просто выталкиваете саму железную часть пластику выкидываем обжимаем обжимаем потом термоусадку и так каждый проводочка может сделать блин ну спасибо тебе человек что отрезал косу вместо уши был отключить вот здесь вот просто два штекера ладненькая хоть моросить давай работали все погнали кто молодец правильно я молодец починина пять часов а уже темно накинул морду снял радиатор candy прошли все равно его не будет охлаждение без него лучше и я обалдел тут этот радиатор для трансмиссии охлаждения трансмиссии вот это интересно у меня трубки идут выходит куда-то туда немножко собрал здесь и нашел такое решение у него тут болтики там у него не шайба уже гайки подложены я никак не понимаю зачем это нужно как бы не очень понимаю потом я вспомнил про эту план железку такая вот штука идет посередине она стоит сюда вот здесь снизу и крепление замка она краски вот притягивается к этим шайбам здесь закладные есть получается там ставить сюда и прикручивается то есть зачем вот это было городить муж он не знал муж как он собрал обратно забыл про эту железку вообще не понимаю короче ладно мэтр колхоз разбираем потому что так не должно быть движемся дальше это у нас уже следующий день поставил замок как надо то есть убрал тишь кайки он подложил туда вместо шайб то что он слишком высоко было стал ту планочку и в принципе я не знаю зачем он зачем он тут что-то колхозе вот еще болты из нержавейки поставил так заботливо вот планочка вот эти болты нужны и все закрывается прекрасно немножко укладываю про лодочку и шланги вот тут самое сложное проложить так чтобы доступ был крышечку сюда поставил клеммочки сделан новые но правда такие колхозные но какие у меня валялись такие такие использовал тут еще до конца не сделал осталось нам что как видно здесь должен быть круиз модуль круиза вот здесь он стоит но предыдущий хозяин так понимаю болт у него положил поэтому здесь теперь его нету но не стоит волноваться я надыбал все что нужно для круиза плюс я еще надыбал тросик спидометр вот видите он войдет в дашборд сам спидометр должен идти потом в коробку тут все это порезано не знаю почему то ли зачем надо резать когда он просто ну как бы не знаю зачем резать такие вещи которые хер купишь тоже нашел все это в сборе нашел у разных людей так что круиз у нас будет не нашел оригинальный щуп наш купил у китайцев какой-то размер и надо сделать метку правильную сделать на щупе чтобы знать какой уровень кто не знал уровень проверяется только на горячую то есть в коробке в трансмиссии скажем тогда в автоматической трансмиссии на холоду никто не проверяет масло вот я нашел машину донорскую скажем так замерил щуп где у нее должен быть на горячий уровень и то же самое просто сделаю на этом щупе сделаю себе метку такую не надо не на паяльником выжить или чем-то ну на документку сделать чтобы нельзя было стереть и на горячую уже будем тогда будем знать сколько уровня ну если найду оригинальный поставлю оригинальный пока так надо двигаться дальше с радиатором тут нюансы тоже были человек когда снимал шланги вот когда снимает он отвертку надо же вот силы это все делать нет чтобы ты просто подковыриваешь от обычный чем-то под шланг я потом просто его раскручу он отходит сразу просто надо подковырять чем-то в одном месте или в пару мем не старя как он прикипел зашла тут все было загнуто там тоже была загнута тут я более-менее выровнял было еще внутри это все дело и как я это сделал взял голодку головку большего размера хотя не здесь такого там нужно большего поставил головку и молоточком прогревал немножко не сильно надо прогревать чтобы пайка здесь нигде не разошлась прогревал ставил так вот головку с удлинителем чтобы не было держать и обстукивал как так аккуратненько он здесь до сих пор овальную у нас еще не вот видно здесь что не совсем круглый ну это нас мало волнует шлага клана чтоб затянулся в этом месте шхомут будет в этом месте стоять плюс я вижу здесь у него потеки были потеки тек радиатор от хозяина вот вот нюанс видите отходит все это балочка креп крепления с той стороны то же самое то есть надо у меня нет такой сварки чтобы не знаю как они вообще это делали потому что эта часть медная это железные как 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 они на заводе это с друг другом сращивали я не очень понимаю я у нас скорее всего пущу какую-нибудь ленту или что-то свяжу свяжу вместе короче два конца вот нюансы видите нельзя просто взять радиатор и просто прикрутить к машине нельзя просто взять и прикрутить эту планочку надо вот замком разобраться вот не нельзя ничего здесь просто в машине взять и прикрутить надо что-то доделать все с нюансами нюансов тут очень много и занимает очень много времени я честно говоря не рассчитывал настолько нюансов я знаю что знал что будет нюансы на чтоб такое количество нюансов это просто жесть на видео вы только смотрите но не знаю процентов 20 все стою а все остальное остается за камерой потому что у меня просто нету времени каждый нюанс снимать какие-то вещи я так описываю глобально да ну вот каждую вещь вот надо вот доработать каждую или переделать за предыдущим хозяином вот как радиатор видите вот будем заниматься радиатором вкидываем вот ну естественно завариваем вкидываем вот и потом подключаем и надо больше подключить трансмиссионный этот кулек тоже залить масло кстати маслом в трансмиссию надо залить обязательно потом даже если у вас машина стоит в нейтраль в нейтрали и вы запускаете двигатель у все равно без масла вы все равно сожгете трансмиссию это уже факт потому что бублик крутится вместе с двигателем если там нету масла он у вас коробка просто загорит поэтому всегда надо масло заливать даже в трансмиссию надо всегда заливать потому что даже на в нейтрали вам кажется что они наскоре стоит ничего не должно быть все равно там есть движение вроде все высказал